доброе утро уважаемые подписчики гости нашего канала снимаем видео кипит сегодня воскресенье 12 ноября 10 часов утра приехал дежурство открыл одеяло сегодня посмотрим будет свет гореть сейчас температура упала 0 5 градусов так как одеяло открыл все равно за делом чуть-чуть прохладнее на градус на 2 что видео снимаю ответы на вопросы люди спрашивают интересуются надо показать обязательно первый первый ответ это прищепки прищепки к нам пришли сразу же с теплицей что вот это вот прищепка помидорная у него больше зажим вот она вот так выглядит корейская честно не знаю сейчас аналоги по-любому есть это продаются вот этим прищепкам у нас уже двенадцатый год все работает все отлично вот она такая вот сюда одевается трусик веревочка шпагат что у вас там зажимается вот так и все и она не ходит ни вверх не вниз вот здесь чтобы не этот плотно закрывалась это помидорная помидорную мы цепляем сверху вот она вот здесь цепляется вот она чтобы свобода была снизу уже огуречная шпагат у нас тоже заводской вот такой прорезиненной кого-то резина что он одевается вот так покажу одной рукой неудобно вот он на шпагатику так и килограмм 30 выдерживает спокойно ничего не этот если надо ниже просто чуть-чуть расслабил вот это не открывается вот она висит и все это вот огуречная такая же точно также такого здесь уже идет 8 миллиметров также вот сюда вот на шпагатик одевается и держится фиксируется получается крепление у нас идет вот мы посадили огурчик мы сразу же цепляем его на прищепку то есть он набрал сантиметров 20 вырастает мы его на прищепку цепляем а потом по мере роста растения просто прищепку переставляем вверх и все ничего не этот не накручиваем как есть идет еще и держит примеру она выросла вырос на два-три узла я прищепку отцепляю и выше ее цепляю вот вот здесь пример и все всегда усики когда отрываем сантиметр 3-4 оставляем вот специально для того чтобы он когда огрубеет прищепка вот так зажимала и не проходила через здесь бывает через лист проходит зажимать здесь меня не найду такого зажимает общем то лист уж то лист когда еще не огрубевший и усик не огрубевший она проскальзывает через прищепку все ну кусты тяжелого типа такого но здесь ведь уже куст большой зажала все ничего не вредит главного гучи кто бы сюда вот не попадал что все кусты в основном у нас растут на 2 прищепки вот она одна большая и одна маленькая все хватает а так висит ничего страшного никуда она не денется противоположники кручения кустов на чем потому что шпагат зажимает основной стебель видеть у нас большое количество растений нужно аккуратно это все подкручивать у нас тут три тысячи чем-то растением 3200 растений их очень тяжело вороваты тогда будет а так и иду быстренько вот прищепку убрал сюда переставил все следующий куст что вот так все удобно и очень удобная формировка получается местами на три прищепки прицепили 1 2 3 чипа норме как положить чтобы нормально кусты держались надо каждый метр чтоб прищепка было двухметровые кусты выращиваем полчаса прищепка на метре оставляется вот здесь у меня осталось а там у меня все уже ничего не подкручено ничего веревочка висит она болтается она не мешает считаю все так мы крепим вполне себе крепко держится у нас помидоры также цепляется что ничего не от не отваливалась все нормально держится прищепки ну что так вот далее люди тоже спрашивают о том как сделать чтоб все плоды наливались но я скажу честно снизу практически 67 завязи всегда теряем сверху когда вот вот здесь вот скидывает это уже конечно это уже питание вот она идет налив огурцов примеру да вот у меня снизу все равно скинет если вот у меня огурчик висит у здесь большой красивый а снизу вот маленький все равно по идее он должен скинуть не знаю бывает останется далее снизу вот когда куст растет первые четыре завязи получается мы их обязательно 46 завязи удаляем по час вот раз два три четыре ведь у меня не оборвано было пять обязательно ослепляется тогда как-то будет более-менее это какой силы ему будет он корень разовьет по идее все может меньше будет скидывать в основном скидывать сюда по разным причинам основные причины это две неправильное формирование неправильная подкормка что снизу почему скидывает еще не скину потому что завязь находится в тени вот видите у меня даже солнце свет даже не попадает туда и он по-любому будет нижний скидывать так что смотря какая причина на первую очередь причину найти меня вот причина это снизу за что света не хватает ну и кусты конечно большие представьте вот двухметровые кусты ему на это два метра на самый верх нужно поднимать пищу и воду по-любому нижние плодовые узлы всегда будут полупустые потому что первую очередь пусть будет сюда наверх тащить чтобы себя вырастить прокормить огурчики поэтому может скинуть второе при истощенной земле слабой земле или же мало было внесено удобрений виде перегноя там чем вами минералка работать то же самое тоже влияет у меня например прошлый год я перегной пресс сильно перегнешиваем практически как земля был по норме по 10-15 литров на 1 метр квадратный насыпал у меня тоже нижней завязи получается 12-15 завязи у меня скинуло к сожалению то есть у меня полкуста скинуло полкуста уже росло в этом году мы нашли специально перегной полусгорящий такой конский правда ему был год-полтора положили вот он до сих пор горит самое главное это конечно его правильно поливать чем больше поливаешь тем лучше будет потому что он горит может корни сжить вот у меня с ним сверху смотрите огурчики огурчики вот они вот это еще вырастет вот этот вырастет а вот три завязи вот эти вот она ведь скинул это низ это особо роли не играет игру это нормально можно сказать вот у меня где скинуто было среди нового огурчика он по-любому будет может растение всегда стабилизирует свое состояние то есть смотрит что у него сил хватает питания хватает он его не скинет но будет держать до последнего огурчик будет наращивать вот здесь считать тоже смотреть на общем какие у вас условия что это правильно сделали неправильно сделали первую очередь я говорю вот смотрите обязательно это землю что у вас нормально внесены удобрения были перегной в виде перегной опилок соломы чего там работать а уже потом уже смотреть на на таки вглубь если земля у вас правильно заправлена будет жирненькой богатенькая у вас ничего не будет скидывать игру 5-6 завязи это нормально второе если вы соблюдаете условия агротехники допустим на это тоже вот сейчас у меня например идет ствола нагрузка в один стебель мы ведем то есть у меня нету ни пасынков боковых ничего вот мы просто оставляем огурчики обязательно идет формировка не более трех огурцов в узле вот у меня оставляю по два вот этот вырастет через неделю вырастет вот этот ничего не скинем видите вот каждом узле 12 можно и три но это уже будет опасно если вы конечно уверены что у вас косты мощный будет ничего с низки не можете оставлять и по три и по четыре но я советую конечно же идеально прям будет по 2 если вы не уверены уже конкретно вот как мы мы везде оставляем по 2 вот выходит 3 убираем 2 оставляем это все вот этот вот сорвется завтра пример а вот это тоже пусть завтра будет расти начинать видите обязательно по 2 тогда у него будет сил хватать он будет меньше скидывать огурцы плоды он уже сам будет контролировать ему всегда нужен запас сил быть что тоже обязательно царить обрывку плодовую чтобы нагрузку убирали обязательно полив если вы правильно водой поливаете вот я поливаю на пред 20 градусов вода у меня всегда идет и зимой и летом стандарт почему потому что у меня земля почва земли всегда круглый год 20 градусов не больше не меньше потому что у меня идет отопление если у меня поднимается температура земли тут же отопление убавляю допустим или вообще отключаю поливать прохладненько водой в районе 16 градусов не больше опять-таки полив если у вас допустим был такой момент что у вас вот полив режиме неоднократно говорил что режим нужен огурцу полива если был нарушен полив на пусть его там день-два не полили у вас было жарко не чуть-чуть подвяли то то же самое может огурец скинуться обязательно скинет потому что это стресс чтоб стресса не было раз в неделю мы работаем натурамином я скажу скидка плодовая идет гораздо меньше меньше скидывает вот в этот год я веду прямо от семечки натурамином у меня меньше скидывает начал раньше меня больше скидывал поэтому советую хороший препарат антистрессовый есть другие аналоги тоже может быть у вас какой-то свой уже есть годами проработаны никого не слушайте вот работали у есть препарат у вас работает сразу же вот и и работать почему ну что вот у меня на время натурамин работает отлично а у кого-то другой состав земли почвы примеру да и сорт какой-нибудь другой похоже например мы то покупаем уже более профессиональные семена чем домашний огородники у вас например он уже не сможет сработать состав воды тоже абсолютно разный в обществе лично я советую то что конкретного не работает но она вам может и не подойти так что просто пробовать понравилось действует списке у себя оставлять потому что у меня вот препараты есть которые я работаю уже 8-9 лет принципе я в них уверенно уже другое конечно что-то используем но уже менее основная идет упор это вот на свои на свои препараты что еще сказать освещение я уже показывал у меня было видео про освещение освещение у меня идет дэнат 400 получается каждый третий ряд у меня стоят три блока вот таких прожига с них мы вывели провод на лампочку отсюда поставили защитили стаканчиком зажигалку поджиг почему потому что поджиг вот этот зажигалка установлена внутри блока то есть блок неразборный и мне его нужно было вешать пример вот мне вот здесь лампочка вот висит мне нужно было вешать здесь но так как у меня нагрузка на троса рассчитана как положено то есть я не могу лишнее повешать она весит 8-9 килограмм поэтому мы разобрали удлинили провод вывели где нам нужно длина провода получать связи это одинаковая три метра 1 июля и повесили идет у меня три ряда получается каждый четвертый метр у меня стоит лампочка то есть бог 4 метра лампочка лампочка и в середке идет лампочка в общем количество у меня здесь идет вот 75 лампочек на всю теплицу есть по норме смотреть 1 лампочка освещает 3 квадрата значит на мою теплицу на 150 200 лампочек физически мы это никуда не повешиваем конечно плюс у меня везде одеяло стоит с электрической частью здесь могут быть не дай бог конечно проблемы потому что влажность всегда высокая у меня под 90 процентов это постоянно вот на дорожках водичка всегда стоит по утрам потом она высыхает конечно кустики то суховатые но все равно влажность чувствуется короче вот здесь поэтому конечно провод я только могу вывести его в центре вон на железке у меня вот здесь одеяло висит . ну никак не можем у меня вот все впритык висит вот самый максимальный провод что я смогу сюда повесить по килограммам то же самое вот у меня три блока висит допустим очень физически я могу повесить сюда только 75 ламп это максимально но маловато по слову они нам помогают когда пасмурно вот как сейчас например пасмурно я их включил когда солнце я их выключаю конечно они мне уже не нужны лампочки хороший не капризные вот они у меня светят уже получается шестой год все отлично ничего не поменял как поставил их таки поставил единственно надо размер полностью замер лампочек на делать освещение потому что со временем они уже сроки срок есть у них работы они хоть и газоразрядного все равно они выгорает потихонечку делаем замер раз год по определенную норму примеру на метре от лампочки должно быть 15000 люксов если там уже пять шесть четыре тысячи все лампочку надо менять на я скажу только раз год на их протираем и все все отлично работает лампочки хорошего что плюс они еще нагревается до 300 градусов тоже тепло дают выдает что совету хорош лампочки есть конечно аналоги светодиодные но по цене они очень дорогие вот эти нам окупились уже на второй год что поставили все отлично у нас хватает света этого пока не хотелось бы больше вот здесь у меня лампочки на принят а я и должен сюда повешать представьте еще столько же надо добавить лампочек тогда уже будет результат отлично но пока хватает мы в зиму сильно не садим вот максимум сейчас ноябрь соберем еще мы уже их будем удалять кусты уже будем подготовку делать к весне я так думаю декабре мы уже планировали садить огурчики новые на весну уже работать на весну надо будет ну что у нас будет еще не одно видео про подготовку теплицы в общем так будете смотреть что мы делаем что добавляем общество уровень и на все вопросы ответят еще еще пишите обязательно будем вам отвечать будем снимать видео ответа раз в день раза два дня как получится будем копить вопрос потому что на каждый вопрос я отдельное видео не смогу снимать потому что очень много видео тогда будет забивать ваши ленты вот что вот так все спасибо за просмотры за комментарии за подписки подписывайтесь на на наш канал земля дел всем спасибо смотрите наши канала так канал у нас много интересных видео на вас интересующие вопросы темы вообще-то вот так всем спасибо подписывайтесь ставьте лайки пишите вопросы комментариях будем отвечать вам все всем пока пока пока